Ребята, всем привет! Я сейчас собралась. Мы с Катей едем в Лувр. Спустя пять месяцев жизни в Париже мы наконец-таки добрались сюда. Я уже очень сильно опаздываю на самом деле. Такой красивый дождливый Париж. С ума сойти. Технологии, ребят. Вот это ты уже парольный шаговый. Я в расстройстве. Я думала, в Лувре есть русский аудиогид, потому что в Арсе есть. Вот. И просто про Лувр я вообще ничего не знаю по сравнению там с Арсе, с Оранжери. Вот. Ну, будем ходить, просто смотреть. Просто английском я не очень хотела брать, потому что мне лень вдумываться сегодня не то настроение. Короче, мы зашли в Лувр и первым делом попали в зал древнего Египта. Прям интересно такое всякое. Кто помнит, мы в школе учили вот. Они вот это все выбивали. И, например, вот птичка, да, обозначение птички или глаза. Это все были какие-то слова. По-моему, мы это в школе учили. Это зеркало, а это флакончики для парфюма. Прикиньте, как круто. А какой-то век? Не написано. Короче, ребята, Лувр раньше замком был вот в этих вот годах. Мы сейчас с Катей смотрим, как это все происходило. Вот, смотри, продумаешь, штука, по которой мы сейчас находимся. Это вот мы здесь сейчас. Вот эта штука. Это раньше как тюрьма использовалась. И дом для президентов. Прямо на семье. Капец. Вот, и теперь это вот эта площадь, которая рядом с Лувром. Смотри, нет, она будет. Вот здесь она была, да. Офигеть. Шрек спасет тебя. Когда вокруг мировые произведения искусства, а вы стоите и кайфуются от того, что, короче, отсюда идет холодный воздух. Малдеж. Мне на юг какая-то слуга. Муд. Это я каждый день. Когда я пишу своим друзьям, что я занята, я не могу пойти гулять. Смотрите, ребята, если честно, мы уже устали. Мы прошли минус второй, минус первый, сейчас на нулевом. Ты, кстати, знаешь, на каком этаже Монолиза? Вот на нулевом и Венеру только что. Мне было довольно по первой. Тяжело по таким музеям гулять. Я люблю более такие, знаете, маленькие, которые ты раз-раз-раз прошел, все посмотрел, все. А здесь надо прям, ну, прям огромный масштаб музей. Кстати, Лувр один из самых древних музеев. У нас даже при входе, ну, мы же взяли бесплатные билеты, так как мы студенты европейские, у нас на входе даже ничего не попросили показать. Вот, единственное, я, короче, взяла план музея на китайском, ходила, обмахивалась им. И сзади мужчина, который работник, он такой у меня, типа, до изучения не есть, такой на меня смотрит. И вот только после этого он попросил показать паспорт и визу, потому что я здесь студент. Вот, а так, например, качи вообще ничего не попросили. Поэтому я думаю, как лайфхак, тоже можно попробовать пройти. Сиди за Палем. Это чисто. Смотрите, какие прекраснейшие, чудеснейшие были раньше украшения. Я в восторге. И я сейчас поняла, что, блин, мода-то возвращается. Циклично, как говорится. Атальянское искусство. Это довольно популярная кретина в Лувре. Называется Коронация Наполеона. Какой такой, ты сказала? 700... 1700, сколько ты сказала. 25-й. Это тоже очень известная работа, греческая. Древние греки верили, что она является победителем морских сражений. Этот выбор какой-то бесконечный. Мы с Катей потеряли счет времени. Ну, в принципе, сейчас еще 5.30. Мы шли уже напрямую к Монолизе. И тут нас останавливают. Говорят, что собираются закрыть зал. И что Монолиз уже, в принципе, закрыта. Ну, для нее там отдельный зал. И мы такие, типа, что, нам еще раз придется сюда идти только ради... Чтобы ты понимала, я уже, типа, второй раз пытаюсь попасть в Лувр. Обманула нас девка. Открыта Монолиза. Мы смогли подойти прям вплотную. Нам сегодня повезло. Сегодня не так много людей в Лувре. Короче, ребят, на днях была история, что сюда проник человек на инвалидной коляске. И встал с ней и зашвернул в Монолизу торт. Слава богу, у нее здесь есть стекло. И здесь вот такое расстояние. Куча людей. Я просто не представляю, какой он это умудрился сделать. Капец, ребят, мы просто стоим в самый первый. Ближе всего к Монолизе. Проверите? Нам сегодня просто повезло. Сегодня дождливый день. Капец, странно, дошли в день, наоборот, все должны в музее гулять. Мне так нравится, что в Лувре и магазины, можно айфон себе, духи купить, вон, Пандора, все на свете. У меня, в общем, раньше была такая традиция, в каждом стране покупать себе подвеску Пандора. И, ну, в принципе, мне кажется, так и было задумано, типа, сохранять воспоминания о том месте, где ты побывал. Вот, но во Франции я уже столько денег потратила, что я решила этого не делать. И сейчас я попала себе все-таки дойти в Пандору. Мечта моего детства. Когда шнурок досталась с башни, где меряюсь, куда же замуж? Ни на что не намекаю, девочки. У меня раньше было вот такое, только серебряное. Я его пять лет носила, оно потом стерлось. Ну, Пандора вообще обладает таким свойством стираться. Вот это просто, ну, реально невеста. Ну, вот видишь, вот это более настоящее, но это сверкает ярче. Ну, может, потому что оно новое. Ребят, мне сейчас, я не знаю, мне кажется, сегодня самые красивые нам принесли блюда. Мы еще взяли пиво, потому что мы, блин, на улице вот вроде дождь, а так душно. Мы запарились все в итоге. Я сидела сейчас, ну, короче, не буду рассказывать. Как, вкусно? Соленое очень. Соленое? Угу. Она выглядит просто обалденно. Причем я об этих Равиоли мечтала несколько месяцев, потому что Алик еще где-то в марте, наверное. Ты пробовал, что ли? Нет, он их здесь попробовал. Реально? Да. Здесь? А что ты меня не зовешь, когда ты сюда ходишь? Я в прошлый раз была сход. Ну, ладно, ладно. Это влог. Мне все равно много качества настроений. Все равно буду снимать и доставить свой влог, даже когда настроены. Потому что, я не знаю. А ты знаешь, что можно и писать, как Катя, законы всякие? Ладно. Настя сейчас вам расскажет интересный факт. Короче. Была найдена касатка в Париже. Сейчас в Сене. Ну, две недели, две назад. Парижане не знали, ну, не могли привезти с какой-то солюшью. Ну, что делать? И она сказала, просто погибла в Сене. Реально? Они пытались вас спасти, но она умерла. То есть в Сене. Ужас. Бедная. Бенжор. Настюша, где мы? В Париже. А еще? Около Сене. На Сене. Мы сейчас едем кататься на кораблике. Нам бесплатно достались билеты. Откуда у нас бесплатные билеты на кораблик по Сене? В общем, мне давали бесплатно от университета. Типа как подарок при поступлении здесь. И Алику тоже такой дали. Но Алик уехал, не успел им воспользоваться и отдал Насте. Вот. Поэтому сейчас будем кайфовать. Такой вот бит. Вот так вот сидим тут. Как ты думаешь, сколько по времени будет? Я думаю, ну, по-моему, я стою. Да? Надеюсь, часа три еще. Часа в десять просто. Меешь плавать? Да, я очень люблю. Ну, что, не пропаделы, да? Мы прооблывем по двадцатими арками, ну, типа мостами. Да. И видим самые знаменитые монументы в Париже. Круто. Круто. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У меня очень сильно разболелась голова И смотрите, кого мы встретили Ребята, это Леди Бага Супер Кот Что-то репетирует У нас такой мини-пикник Получился, Настя отвела меня в свое любимое место Короче, вот эти блинчики в Париже Которые около Эфили в башне, они самые вкусные Попробуйте, вот у нас Фромаж пуле Это сыр курицы И я себе еще взяла с нутеллой и грибами Я о нем мечтала со времен Португалии Нутелла и грибы? Ой Нутелла и банана Вот, короче, я о них мечтала со времен Португалии Тут у меня, короче, картина для дедушки я купила Наше любимое вино Скринти, это просто, это божественно Доритас Это Настя, я не ем такое И ананасы вот эти тоже очень вкусные Сейчас будем балдеть, кайфовать Подвиньте в свою сторону, видишь, на ноги странные Так, дай попробую Так, проба проходит Просто раз было чуть вкусно, а все говорят, что испортит Дождь Ровные пацаны двигаются, тихо и не поддают вида Такие слова офигеющие Я в сходе сидела Молокома еды Дождь В этой дождь уже начался, у нас не кабы, другим под деревом Мой бизнес Дай не пили А не, все нормально Я думаю, у тебя толк волоса Мало показалось Что мне плохо, но передождь еды Локальный мем Мои друзья, геи Люда Дегтурган У нас здесь видят Покупайте Вы торожили Я в тот Хочу, да Снова наступит ночь Очень еле продрав Если это любовь, то одна дята на прокат Я в том же мало возле трасс, я бы стала самой бедной из людей Давай сейчас снимать Это твои принципы Знаете, ВК все русское растет А тебе? А тебе? А тебе? Давай тебе Давай тебе На тебе микрофон Слушайте Такая разница Такая разница Покупайте, пожалуйста На учебе Если ты захочешь А надо сейчас узнать Я буду рядом с тобой И может, уж там поздно Может, рано опоздать И приезжать с тобой А тебе? Все мысли А тебе? Все слезы Для тебя Все песни До последнего дня А может быть Не поздно Может быть Не вместе Может быть Забуду И уйду навсегда А тебе? Если ты захочешь Обо мне сейчас забыть Мне будет плохо одной Все же невозможно Так отчаянно любить Но я хочу быть с тобой У нас микрофоны Сбегай, возьми меня Я хочу туда, где ты дышишь Я обманывала день Я купалась в облаках И ночи Если ты моя тень То куда же убегаешь ночью Так, так Можно терпеть силу Можно пить пекилу Дальше буду Убирать свое чудо Все, у меня папа засиделась Я устала Ребята, мне пора уходить Мальчики с нас крыжуры Мальчики с нас крыжуры Мальчики с нас крыжуры Сейчас не будет Это крыж, это такое детство, скажи Ты в детстве смотрела, да, я надеюсь? Как вам наш концерт? Надо садить домой Окей, окей Фан-встреча